МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Просрочка по потребительским кредитам казахстанцев составила сумму порядка 150 миллиардов тенге. По ту сторону огромных долгов перед банками стоят обычные граждане нашей страны, которые не рассчитали свои финансовые возможности. Из всей этой группы должников порядка 2000 казахстанцев можно отнести к категории неплатежеспособных. Эта проблема не новая. И решить ее на законодательном уровне предложил глава государства в своем послании. А сделать это можно через банкротство физических лиц. Проект документа, кстати, был презентован. Какие финансовые ограничения ждут казахстанцев, которые окажутся банкротами? На какие уступки перед должниками могут пойти банки? Об этом и не только вы узнаете в эфире телеканала Хабар 24. Каждую неделю знающие люди на доступном языке и на конкретных примерах будут раскрывать нюансы интересующих тем в программе финансы. Жизнь после банкротства – это палка о двух концах. С одной стороны – права граждан, а с другой – долги и кредиторы. Представители Министерства финансов, депутаты, предприниматели, банкиры и общественники спорили в стенах мажориста парламента о том, на что имеет право человек, который осознанно, взяв кредит, не выплачивает его. Главная задача, которая стоит перед нами при рассмотрении законопроекта – это восстановление платежеспособности физического лица. Мы ищем пути погашения долгов. Вопрос не стоит, как отобрать все имущество и выгнать человека на улицу, а по возможности использовать существующие экономические рычаги и защитить права человека. Разработчики из Министерства финансов, механизмы банкротства рядовых казахстанцев хотят включить в закон о восстановлении платежеспособности граждан. С такой трактовкой многие оказались не согласны, так как понятия банкротства и платежеспособность несовместимы по природе, исходя из простой логики. Если человек банкрот, то он не может оплачивать никакие счета. В таком случае все его долги нужно простить. Это касается любых видов долгов. То есть это могут быть коммунальные долги, это могут быть телефонные долги. То есть любые виды долгов будут с человека списываться. Потому что невозможно его банкроту по одной линии только. Если он не может заплатить за кредит, естественно, то, соответственно, он не может, конечно, платить и квартплату, не может платить и коммунальную услугу. У него все это накапливается. Закон о банкротстве физических лиц – это не форма решения каких-то сиюминутных задач для гражданина. Это глобальные решения, которые поменяют всю его жизнь. С оговоркой как минимум на три года в течение этого периода для человека, объявившего себя банкротом, будут закрыты двери всех действующих банков второго уровня. Также он не сможет выступать в качестве гаранта или сузаёмщика. Ему будет запрещено регистрироваться как индивидуальный предприниматель, открывать крестьянское хозяйство, занимать должность администратора, медиатора, нотариуса, оценщика, адвоката и частного судебного исполнителя. Институт банкротства, он сам по себе не новый. Он исторически всегда существовал, в любом народе. Вы помните, да, в Древней Руси были долговые ямы. То же самое, считайте, любой закон о банкротстве физически, это та же самая долговая яма. Я думаю, что основная проблема этого закона, это чётко провести ту черту, ту черту, за которой человек уже вынужден пойти на это банкротство. Но до этой черты, до этой черты, никакого желания встать банкротом у людей не должно возникнуть. Так как условия, по которым должен жить официально неплатежеспособный должник, мягко говоря, не райские. И это общепринятая мировая практика, чтобы каждый второй заёмщик не объявлял себя банкротом, с учётом, что проект закона не предусматривает полное списание долгов и очищение финансовой кармы должника. Авторы документа предлагают два сценария. По-первыхому, банк даёт должнику отсрочку или рассрочку, списывает пени и штрафы. Так они составляют план погашения кредита в течение пяти лет. Второй путь – имущество должника распродаётся через торги. Вырученная сумма идёт на погашение кредита. Остаток долга списывает суд. Проект закона предусматривает перечень имущества, которое нельзя продать ни в коем случае. И здесь Минфин, именно исходя из конституционной нормы о праве человека на жилище, говорит, что вот этого единственного жилья лишить нельзя. Предлагалась норма, не поддержанная банками. Они ссылаются, что им нельзя заниматься хозяйственной деятельностью. То есть, ну, заберите жильё, заключите договор аренды, чтобы человек хотя бы платил аренду. Ведь когда не платишь за аренду, тебя уже могут выселить. Но просто так вот за то, что ты необдуманно взял кредит, лишить всю твою семью жилища – это тоже норма, которая, ну, чревата определёнными социальными негативными последствиями. Но если банки лишатся права изымать и реализовывать залоговое имущество должника, например, жильё, на приобретение которого была выдана ипотека, то риски такого кредитования возрастут. И в будущем БВУ вряд ли захотят заниматься ипотечным кредитованием, зная, что заём может таки остаться невозвратным. Если предлагается списывать долги должников за счёт кредиторов, как мне сообщают банки второго уровня, решение по единственному жилью приведёт к следующим негативным для страны последствиям. Значит, банки второго уровня прекратят выдачу ипотечных займов, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса, под залог жилья независимо, является оно единственным или нет. Это приведёт к остановке кредитования малого и среднего бизнеса. Вы знаете, сегодня жильё используется как залог. Будут сорваны действующие программы Нурлежер, ипотечные программы банка второго уровня и Жилстройбанка, а также озвученные президентом программы 7.20.25 в связи с рисками невозврата кредитов. Когда как на данный момент рынок ипотеки показывает уверенный рост порядка 80% в год по итогам 2017 года. Совокупный портфель ипотечных займов перевалил за 1 триллион тенге. К тому же в течение пяти лет этот объём увеличится ещё на 1 триллион за счёт финансирования программы 7.20.25 через дочернюю компанию Национального банка. Темпы строительства жилья тоже продолжают расти. Если в 2016 году в эксплуатацию были введены 10,5 миллиона квадратных метров, то в 2017 уже больше 11 миллионов. На сегодняшний день банки выдали потребительские кредиты физическим лицам в объёме 414 миллиардов тенге. Из них по 150 миллиардам зарегистрирована просрочка. Об этом сообщил председатель общественного совета Министерства финансов Борис Парсегов. Всю вину за такие токсичные кредиты нельзя взваливать на заёмщиков, ведь у любой медали есть две стороны. Банки тоже отчасти сами провоцируют появление новых проблемных займов. Банки, можно сказать, спекулируют. Почему? Где бы ты ни шёл, куда бы ты ни смотрел, везде говорят. Приходите, и вы получите кредит до 5 миллионов тенге без залога. Если по потребительскому кредиту есть просрочка 90 дней, то государство эти деньги обязательно выплатит банку. И банки об этом знают. Поэтому продолжают выдавать кредиты без залога, без подтверждения доходов. Хотя банки должны самостоятельно нести ответственность за свою деятельность. Споров вокруг права на единственное жильё обанкротившихся заёмщиков много. Поэтому нормы, вызывающие вопросы у игроков финансового рынка, авторы проекта продолжают пересматривать. А пока известно, что закон после принятия может вступить в силу с 2021 года. Это была программа «Финансы» на канале Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова